Это Мариша проснулась, только встала. Мариша, лапка. Здравствуйте, дорогие мои зрители, подписчики. Всех поздравляю с Новым годом. С новым 2020 годом. И я, как обычно, начинаю новый влог. Как обычно новый влог, но как необычно, в новом году. Поехали. Что в этом влоге, друзья? Моя утренняя рассуждалка с утра. Утренняя рассуждалка с утра, хорошо говорю. 1 января. Потом. Девчонки у нас ночевали. Подъем. Маринки и Настюхи. Как мы пили кофе с Маришкой. Что дальше? Дальше я вам покажу, как я обещала в каждом влоге, показывать понемножку фианиты в серебре. Белые прозрачные фианиты в серебре. Значит, покажу, что еще. А. Потом опять утро. Хорошая погода. И духи. Духи. О духах отдельно. Прямо сейчас. Наша любимая с вами тема девочек. В общем, у нас с Сережей принято на Новый год дарить друг другу подарки. Ну и девчонкам, естественно. Но девчонкам мы деньгами дарим. Вот. А друг другу подарками. Но получается, что Сереже, например, не очень хочется ходить туда, не знаю куда искать то, не знаю что. Он мне тоже подарил деньгами. И что же я купила на эти деньги, подарочные, себе? Духи. Духи. Я и хотела. Духи. У меня по плану были духи. Я хотела купить себе Everyday от G-Fansy. Беленькой такой коробочки. Они цветочный аромат имеют. И я с целью с этой пошла покупать G-Fansy. Уже положила их в корзинку. И вдруг... И вдруг... Я вижу... G-Fansy... Ну, как для меня, так это новинка. Я раньше не видела таких духов. Мне кажется, что они, наверное, только недавно прибыли. Вот, я специально не показываю это, потом покажу. Вот такой вот пузырёчек с зелёным содержимым. Тестер. Я беру. И мне он очень нравится. Пробую. Нравится. А коробочек нет. Только тестер. А я уже набрала там себе там всяких мелочей. И Everyday набрала. И я захотела вот эти духи. Подумала, возьму эти и Everyday. Ну, мне хватало по тем деньгам на двое духов. Спрашиваю продавца. Вынесите мне такие духи. Она говорит, всё, кончились. А это в Еве. А я... Это на центральном рынке. Кто у нас, девочки, да? Я знаю, что на центральном рынке, вот на остановке, и подземный переход, ещё одна Ева. Она менее посещаема, более посещаема на остановке, которая. Я иду в подземный... Я выкладываю всё содержимое из корзиночки. Всё, я ничего не беру. Я иду в подземный переход, в Еву, через дорогу. И нахожу там эти духи. А! О! Так. Вот в такой коробочке милой. Тут написано... Я не вижу, что тут. А! The Best. The Best Parfume. Вот такая вот медалька у них ещё есть. Видите? The Best Parfume. Значит, вот в такой прямилой коробочке. Я так поняла, догадалась по аромату... А! И называются они, видите, Fresh. Я так поняла, что это Chanel, или Chanel Chance Fresh, как там она называется, как называется этот аромат. И действительно очень похож, видимо, это вот версия тех духов. Кто-то говорит реплика, кто-то говорит версия. Ну, я читала, что... Читала такое выражение, версионные духи, что G-Fansy выпускает версионные духи. Ну, не знаю, версия или реплика, не важно. Важно, что аромат действительно вот такой, фрешовский. И я беру вот таких две коробочки. Одна у меня стоит в серванте уже, в глянце ещё. А эту я, естественно, распаковала. И сейчас я буду на себя её наносить. Но я ещё хочу, знаете что? Вот я вам недавно буквально показывала вот эти духи, которые я давно, давно... Они чем-то, чем-то, вот эти духи чем-то друг друга напоминают, как-то перекликаются. Вот эти. Что-то общее есть у них. Но я вам скажу, вот эти духи, они очень стойкие. Они держатся целый день. Мне это очень понравилось. Я хотела же взять и эти, и Эвридей. И я нанесла на эту руку фреш, на эту руку Эвридей. Походила по Еве, походила. Потом, когда я пошла туда, в Еву, через дорогу, я уже не чувствовала Эвридей. А фреш чувствовала. И фреш я чувствовала до самой ночи дома. Когда уже и купила, и принесла, и тестер чувствовала. И вот это действительно такие очень-очень хорошие, прям, ну, на мой вкус мне нравятся. Но я имею в виду хорошие по стойкости. Такие. Настюша тоже сказала, что ей нравятся эти духи. Но она сказала, что они ей чем-то напоминают мужские. Вот. Ну, не знаю насчет мужских. Но по мне так, вот это прямо прелесть. Просто прелесть. Вот этим я хотела с вами поделиться. Так. Ох. Теперь. Дальше. Утренняя рассуждалка. Рассуждалка. О чем я, честно, я уже не помню, о чем я там рассуждала. Потому что это было вчера утром. Вот. Кому интересно, слушайте. Кому не интересно, прокручивайте. Кто торопится, делайте ускоренный режим. Я тоже так иногда делаю. Поехали. Добрый день, дорогие друзья. С Новым Годом. Потому что сегодня у нас 1 января 2020 года. Да. Я, конечно, проснулась раньше всех, как всегда. Ну, проснулась я еще, скажем так, где-то в 10 часов. И перемыла посуду. Дети спят у нас. Мариша с Настюшей в той самой праздничной комнате спят. Сережа в нашей спальне спит. Ну, а я решила на кухне немножечко поболтать с вами. Если вы не против. Я надеюсь, вы не против. Часы на кухне, да? По кофейку. Там у меня радио стоит. Это посуда. Я помыла ее уже. Значит, рассказываю, как же мы готовились к Новому Году и как мы его встречали. Да? Ну, вкратце, скажем так. По кофейку, друзья. Друзья, вот, как же мы встречали, не встречали, как же мы готовились к Новому Году. Я собиралась еще, помимо перечисленных в прошлом видео салатов, сделать селедку под шубой. Но дети к нам приехали где-то около 7 часов вечера. Ну, чтобы поздно потом не ехать, да? Поэтому мы поняли, что до 12 часов ночи нет смысла готовить полностью весь стол. И мы решили с Сережей сделать такой перекус. Так, это было... Ну, в основном готовил Сережа. Он нарезочку сделал, там колбаска, вот это вот они любят, салями, вот такую колбаску. Я почему-то такую колбаску не люблю, не то, что не люблю, я к ней абсолютно равнодушна. А дети любят, ну, дети это у меня Мариша с Настюшей по кофейку. Мне кажется, мало сахара, надо чуть-чуть добавить. Ну, ладно, нормально. Да, значит, сделали нарезочку, фрукты. И, значит, было у нас три огромных селедки. Ну, я говорила, что я селедку просто обожаю. Вот. Значит, мы купили три селедки. Вот я вам скажу, какие они были большие. Значит, три селедки потянули почти 1,6 кг. Кило это килограмм, кто не знает. Моя бабушка говорила, кило. Почти 1,6 кг потянули три селедки. Вот такие они огромные, шикарные и вкуснющие, жирные. И вот одну из этих селедок я разделала, порезала. И, в общем-то, мы положили на вот этот вот, так сказать, промежуточный стол. С Новым Годом, кот! С Новым Годом! Так, тихо. Ты мне тут, я тут разговариваю. А Серёжа таким специально сонным голосом, типа он ещё спит. Да, значит, мы поставили эту селёдочку. Она шикарная была. Это селёдка девочки, которая таяла во рту. Это, я не знаю. Одну мы съели накануне из этих трёх селёдок. Значит, одна пошла на стол, и одна лежала и ждала уже новогодней ночи, а не новогоднего вечера, да, предновогоднего вечера. И новогодней ночи ждала. Но не дождалась. Так она и лежит в холодильнике. Потому что, вы знаете, у нас помимо селёдки ещё была эта сёмгочка и толстолобик. И селёдочка уже как-то лежит в холодильнике. Значит, я сделала салат мимозу. Я сделала салат оливье. Салат из крабовых палочек. Что ещё? Мимоза оливье. Серёжа сделал пюре. Он очень вкусное пюре делает. Значит, сварил курицу, огромную курицу. У нас нет этой... У нас нет духовки, чтобы запекать что-то. Поэтому мы просто берём огромную курицу и варим её. И она очень вкусно получается. Ну и очень много было нарезок, очень много салатиков. Значит, мы покупаем у одной и той же девочки всё время салатики. Грибочки такие маленькие, мелкие грибочки. Эти, как их печерицы, печерицы. Как они? Шампиньоны. Грибочки прям маленькие такие. Потом, значит, была икра из баклажанов. Это то, что мы покупали. Готовое, да? Потом резаные баклажаны были. Это очень вкусно. Оно у нас всегда на каждом столе. Овощная нарезка. Свежие помидоры, свежие огурцы. Ну, что вам сказать? Свежие помидоры и огурцы, они вот как лежали, так и остались лежать. Как-то не пошли. Вот. А вот эти вот закусочки все, вот эти остренькие, они уходят хорошо. Баклажаны вообще на ура уходят у нас всегда. Даже печень трески забыли положить. Вот просто забыли положить печень трески. Мидии были. Что там ещё из морепродуктов? Кальмары, мидии. Но это всё готовое, то, что покупалось, готовое в баночках. Так, что ещё? В общем, получился Новый год очень смешной. В плане мы хохотали много. Настюха накануне говорила, да ну, что у вас с друзьями веселее там? Ну, понятно, что с друзьями веселее, но ещё не тот возраст, чтобы они с друзьями собирались, да, с подружками. А вот и говорила, да, скучно у вас будет. Ну, думаю, что ей было не скучно, потому что мы очень много хохотали. Вот мы втроём. Серёжа, он уже так. То мир спасал, мир спасал, это играл. Он по ночам играет в эту свою игру. То так просто возлежал на диване. А мы вот, мы общались, мы очень, нахохотались просто вообще от души. Ну, как бы то одно, то другое. Вот вообще. Да. И угомонились мы где-то в пять утра. Вот в пять, около шести. Около шести мы разбрелись по кроватям, по кофейку друзьям. Ну, вот в десять, в десять с копейками, в десять с минутками я проснулась. Перемыла посуду. Вчера я мыла пару раз посуду, потому что промежуточный стол-то был. Поэтому приходилось, конечно, мыть. Вот. Ну, а сегодня уже, как это, с последнего стола перемыла посуду. И довольная сижу. Думаю, надо теперь с вами пообщаться. Рассказать про Новый год. Но ничего я не снимала. Знаете, неохота была. Ну, было хорошо, весело, в общем-то. Думаю, ладно, я вам потом так. Устно перескажу. Дальше. Утро. Дети проснулись. Пьем кофе. Дети, это Мариша и Настя. Это Мариша проснулась, только встала. Мариша, лапка. Она говорит, дайте хоть причесаться. А кто ж тебе даст причесаться? Анастасия. Анастасия. Правая. С Новым годом. Я кофе сделала. Сейчас вот кофе и молоко стоит. Кофе у всех налито. Или налито. А я всегда с утра пью два стакана воды обязательно. А я один пью стакан воды. Это очень правильно, кстати. Пить с утра водичку. Правуны, блин. Что это за бугай здоровый? Ой, это такое... Мы отдадим тебя... В массажист. Да, мы решили, что Настюха... Она такая сильная, что из нее будет хороший массажист. Бугай здоровый. Настюш, ты говорила, что... А, у вас скучно. Тебе было скучно этой ночью новогодней? А то она и новогодняя как бы... Не было, значит, как это... Подтекст какой? Ну, давай, у вас скучно не бывает. Вот. О, я довольна. Это я. Без бровей, опять же. Без бровей. Мариш, я тебе застучала, что ты едешь Киев. Ничего? Куда? В Киев. Ничего? Ты не хочешь, как девочка, выражаться? Хочешь, как микроорганизм, как микроорганизм. Мне тут обижали. Да, тебя обидишь в тот случай. Да, как раз. Мариша, я только голову снимаю. Мариша просто одевается. Мариша, я только... Ну, Сережа еще будет спать часа два. Мариха, иди садись со мной рядом, а Настюша нас сымит. Сыми меня. Бегает это... Пошло. О, сымает. Сыми меня. Друзья, это мы с Маришей пьем утренний кофе. Утренний час дня. А это у нас сегодня утро такое, час дня. А Настюша нас сымает. Сымает. Да, сымает. Сымает меня тут. Да, тебя обидишь, ребенок. Друзья, по кофейку новом 2020 году. Мигай. Да. Смотри, больше не нажимай, а то сейчас будет опять микросекунда. Так, дуполь два. Утро, час дня, 1 января 2020 года. Мы с Маришей пьем кофе. Делизия. Смотри, по кофейку. По кофейку, друзья. А я свой выпила. Так быстро? Да. Ну ты Настюша. Да, у нее Настюша выпила. У нас, видите, вот в таких чашечках у каждой свой цвет. Ей надо вот что-то увесить. Ветерка. Ветерка. К примеру. Мам! Под литру. О! Да, да. У меня сейчас обижение. Я начинаю обижаться. Уже начинает обижаться. Сейчас как сымить. Так-таки как сымить. Ладно, выключай всех. Настюха. Ты меня обижаешь? Нет. Чудикся. Тихо. Я думаю, что у меня все вот это... Она же меня вчера давила полдня. А у меня теперь все... Я думаю, что у меня тут все болит. А это она обнималась. Это не чудик. Это какой-то... У меня же там синяки будут. Настюш, ну ты уже выше мамы. Крупнее мамы. Настюша весит больше, чем мама. Выше, чем мама. А у меня что? Мускулатура, охватка. Да-да-да. У меня я еще проснулась, не могу пойти. Что у меня тут все такое? Ребенок уже выше мамы. Больше, чем мама весит. Крупнее мамы и сильнее мамы. Да, Настюха? Это ложь и провокация. Ложь и провокация. Не согласна. Не раз. Меня обижают. Это тот случай как раз. Так, что там у нас еще на повестке дня? А на повестке дня у нас дальше, друзья. Это украшения, которые сегодня на мне. Вы видите это так вот издали. А посмотрите теперь вблизи. С добрым утром, дорогие друзья. Сегодня у нас уже второе. Второе января. Зима в своей серединке. У меня с утра чашечка кофе. Сегодня у меня кофе с молоком. Потому что я забыла купить натуральный кофе. И поэтому пью сегодня растворимый. Сережа любит растворимый кофе. Он его пьет. А я натуральный. Ну вот у меня кончился натуральный. Я совершенно забыла. И осталось вот. Хотя. Знаете, это очень вкусно. Тут немножко молока. Я уже сказала или нет. Я недавно проснулась. Надо сделать глоточек. А вы посмотрите, какой чудесный домик. Интересно, кто же там живет. Там очень уютно, тепло. Пекут пироги. В домике запах выпечки. И снеговик стоит рядом с домиком. На него падает свет из окон. Ёлка. И, конечно же, мышка с мешком. Мышка с мешком денег. Домик. Так. Вот такой домик. Европейский. Северный. Да? Я бы сказала немецкий домик. Немецкий сапожок. Как я вам уже говорила. ГДРовский сапожок, мой любимый. Так. А я вам сейчас буду показывать, как я говорила, постепенно, в каждом влоге о украшении серебро с фианитами. Но прежде я вам покажу опять же свой новый маникюр. Потому что в утренней, вчерашней болтологии я вам сказала, что у меня совершенно облез лак с ногтей. Это я просто не помню такого случая удивительного. Такое было еще во времена моей юности. Чтобы облазил именно лак с ногтей. Вот. Поэтому я взяла, естественно, другой лак и сделала себе такой же маникюр. Повторила. И очень довольна. Вот такой красивый. С вкраплениями. Вот серебристых таких вот кружочков маленьких совершенно. Их немного. Так. И начну не с украшений с фианитами. А начну, друзья, с украшений, которые сейчас надеты у меня на пальцы. Это два кольца. Два кольца советского изготовления. Вот это серебряное колечко с вот таким красивым аметистовым корундом. Очень красивый цвет. Посмотрите, какой красивый цвет. Я просто в восторге. И, кстати, всегда я и раньше любила носить вот их вместе. Вот этот шикарный фиолетово-сиреневый цвет. И рядом вот этот необыкновенной красоты темно-розовый цвет. это кольцо. Вот это кольцо я покупала в магазине государственном, а вот это кольцо я покупала в магазине комиссионном. И мне очень повезло. Я искала тогда такой камень, именно крупный. Пальчики у меня тогда были намного тоньше. Это было начало середина. Середина девяностых. Ну, где-то девяносто третий, девяносто четвертый год. И вот такое колечко шикарное, оно слегка позолоченное еще осталось. Оно было позолоченное. Вот, серебряное, да, тоже с корундом, с таким шикарным. И я носила, я говорила, я люблю на указательных пальцах носить кольца. И я носила это кольцо на указательном пальце. И когда я вот его купила, и первый раз надела на указательный палец, я была безумно счастлива и чувствовала себя, ну, не меньше, чем королевой. Да, вот такие прелестные кольца на мне сегодня, которые несут мне энергетику тех лет, когда я была еще очень даже молода. Так, теперь дальше. Я вам так скажу, да, меня сегодня именно потянуло вот на такой вот фиолетовый, на фиолетовый очень потянуло. Поэтому сегодня на мне будут вот эти серьги, вот с этими фиолетовыми камешками серебряные, с золотыми накладочками. Вот. Очень, ну, просто сегодня меня тянет на фиолетовый. И, кстати, очень люблю сочетание фиолетового с красным цветом лака и вообще. Да. А то, что здесь золотые накладочки, вот в этих серьгах, да, это вполне допускает, как я сейчас вот, ну, я уже, наверное, дней 10, я не знаю, ношу золотую цепочку. Ношу золотую цепочку с золотым кулоном. Вот. Ну, давно не носила, захотелось. Сейчас поправлю вот эту фигню. Вот. Здесь у меня Николай Угодник. Я надеюсь, что видно. Вот. Такая у меня золотой медальончик, да, подвесочка. И здесь написано вот что. В общем, написаны хорошие слова. Вот. Так вот, за что я люблю вот такие вещи. Серебро с золотыми накладочками. Что я могу носить эти серьги хоть с серебром, хоть с золотом. Это мне очень нравится. Вот это вот вот это как сказать мода, тенденция. В общем, такие изделия мне очень нравятся. Ну, а теперь давайте перейдем наконец-то к обещанным к обещанным мною серебряным украшением с белыми прозрачными фианитами. Потому что у нас зима, а зима это мороз и лед. Ну, пусть хоть на экране, неважно, но это январь, это второе января. И в этом домике тепло и уютно. А здесь посмотрите, как холодно. Все искрится на морозе. Да, и давайте, конечно же, по кофейку, по кофейку. Вот из такой красивой чашечки. По кофейку, друзья. это прелесть. Ну, поехали. И наконец, серебряное украшение с белыми прозрачными фианитами. А также сопровождающие их вспоминашки. Так. Серебряная брошь с фианитами. Я теряю ее с экрана. Почему, друзья? Потому что я вот в данный момент надеваю очки, чтобы более четко видеть, как там с фокусом обстоят дела. С фокусом у нас с вами все хорошо. Вот это серебряная брошь с фианитами. Очень люблю такие простые булавочные застежки. Просто обожаю. Они надежные. вот. Вот такая прелестная брошь. Значит, хочу сказать по поводу самой формы вот этих цветочков. Знаете, друзья, когда-то очень давно и еще 37 лет тому назад. Вы сейчас поймете, почему 37 лет тому назад, даже чуть больше. У меня были такие серьги. Вот именно, значит, это был фианит в бриллиантовой огранке. Ну, понятно, что 37 лет тому назад был СССР, и все, что писалось на ярлычках, все полностью соответствовало действительности. Так, это был фианит в бриллиантовой огранке, и у меня были вот такие серебряные серьги, несмотря на то, что тогда я носила исключительно золото. А я вам скажу такую откровенность. Я тогда была беременна Маришечкой, и у меня был жуткий токсикоз. Этот токсикоз просто меня донимал до такой степени, что я когда просыпалась утром, наверное, пару минут первых я еще его не ощущала, и потом он приходил ко мне и уходил с вечерним сном, с ночным сном, и я не могла смотреть на золото. Меня от него тошнило, в общем, меня тошнило черт знает от чего. Я первая, ну, это первые три с половиной месяца, да, я питалась исключительно капустой, вот, и прекратила носить золото, я не могла на него смотреть, и мы купили мне тогда серьги из серебра, вот, именно, вот, с таким, вот, с такими вот головками, да, вот, одна такая головочка и петелька, и, как я уже сказала, фианит в бриллиантовой огранке серебре, и вот эта брошь мне напоминает о тех серьгах, вы знаете, я без истории не могу, вот, вот такая брошь, дальше, а дальше у нас серьги, ой, что же я их заранее-то не расстегнула, вот такие серебряные, сейчас я их расстегну, а вы на домик посмотрите, и подумайте, представьте, как там пахнет пирогами, ммм, кстати, я так люблю выпечку, я никогда не пеку, я так люблю выпечку, мамочка пекла, бабушка пекла исключительно вкусно, исключительные вещи они пекли, мамочка и бабушка, а я вот нет, да, и так серьги, да, я их уже разъединила, вот, очень красивые, серебро с фианитами, я уже перестала говорить кубический цирконий, я говорила циркон, я привыкла говорить циркон, потому что прежде я где-то получила информацию, что правильно говорить циркон, и я не хочу ничего переиначивать, фианит и фианит, все, фианит с белыми фианитами, вот такие прелестные серьги, друзья, они так сверкают на солнышке, так сверкают необыкновенно, кто меня давно смотрит, вы уже видели такие серьги, эти серьги, вернее, вот, они шикарные, просто шикарные, это сверкание, это что-то, так, это у меня такие серьги, и сейчас из этой же оперы будут еще одни серьги, так, снова смотрим, любуемся этим прелестным домиком, прелестнейший домик, и серьги с фианитами в серебре, из этой же оперы, как я сказала, вот такие, вот такие серьги, посмотрите, какая прелесть, какая прелесть, так, где наша вторая серьга, вот, шикарные, сверкают, вот они, ну, вы видите, они и похожи по форме, вот, то есть однотипные, сверкают изумительно, что вот эти, что вот эти серьги, просто изумительные, и в яркий солнечный день, яркую солнечную погоду, я их ношу с удовольствием, они радуют не только меня, но надеюсь, что также и радуют окружающих своим блеском, своим сверканием, и своими радужными переливами, вот, это то, что я хотела показать вам из серебряных украшений сегодня, да, и сейчас я вам покажу бижутерию, бижутерия, которая приехала из Турции в 2014, если я не ошибаюсь, году, да, в 2014, в 2014, в 2011, там было другое, в 2014 году из Турции приехала вот эта вот подвесочка, это бижутерия, где наша петелька, где петелька, а, вот она, петелька, вот петелька, я ее настолько редко ношу, она мне безумно нравится, она шикарно переливается, почему я ее так редко ношу, возможно, что-то меня не устраивает в форме, не знаю, что, но что-то не устраивает, может быть, мне бы хотелось, чтобы она вот так висела, она висит вот так хотя вот так правильно цветочек и цветочек не знаю но нравится она мне до невозможности но ношу я ее редко хотя очень люблю бывает такое вот так мы с вами поболтали за чашечкой кофе давайте по кофейку ой какая красота еще раз по кофейку для хорошего настроения ой прелесть прелесть ну я надеюсь что вам понравилась эта рубрика с украшениями друзья да вы мне хоть что-то пишите а то мало мало пишите больше лайкайте меня лайкайте и пишите и я знаете всегда отвечаю я люблю поговорить нет я не прощаюсь я просто хвастаюсь маникюрчиком и хочу еще добавить к этому друзья что сегодня у нас вот такое чистое ясное небо у нас все еще второе января и вот такое вот яркое солнце в общем мороз и солнце да я про мороз забыла сказать морозно где-то минус один вот у меня здесь есть сейчас я вам покажу градусник в окошке он показывает ноль но он почти что он почти что в комнате находится вот сюда я его положила и окошко открыто в комнату вот вот так вот в общем я так понимаю что где-то минус один или минус два надо купить термометр я очень люблю смотреть погоду и вот когда термометры были у меня на каждом окне практически я обожаю обожаю вот наблюдать за погодой а солнышко это вообще я сейчас принимаю солнечную ванну и выглядит это примерно вот так а еще чашечка кофе немножко осталось по кофейку немножечко посверкаю вам серьгами насколько это возможно я еще вдобавок боюсь ее уронить потому что потом придется бежать вниз искать ее там где-то сейчас еще одна посверка сейчас подождите вот не знаю видно или нет что-то как-то не очень видно через через объектив не очень видно а так хорошо так шикарно сверкают на солнышке но я не вижу чтобы в объективе они как-то особенно сверкали ну вот как-то так и вот этот шикарный цветочек тоже он очень красиво сверкает на солнышке просто шикарно турецкие ой слушайте какая чудная погода боже какая прелесть я просто в восторге просто прелесть просто прелесть чудесно знаете так красиво вот эти веточки светятся на солнце ветки деревьев они знаете вот они отражают свет солнечный как-то я бы сказала радостно вот просто какие-то такие радостные веточки от того что солнце пока она собиралась а я решила показать что да я как это держу форму держу форму хочу еще скинуть немножко вот чтобы было не тяжело вот вот да и Кирюша бегает сейчас мы с ним гулять пойдем да Кирюша гулять пойдем все мы с Кирюшей идем гулять это кукольный театр друзья наш такое милое нежное заведение и мне вспомнилось когда мы жили в Чите Мариночке было еще тогда пять лет шесть лет я ходила с ней каждую неделю в кукольный театр там тоже милый кукольный театр был был есть и вот класс она такая хорошенькая Маришка такая хорошенькая была когда маленькая была наряжала ее она такая нарядненькая юбочка у нее была такая теплая трикотажная юбочка в складочку и кофточка ну какие сапожки я уже не помню что-то запомнилась такая красивая очень юбочка как я сказала в складочку она даже как бы плессированная была несмотря на то что она была из теплой ткани красота какая вспомнилась вспомнилась пихту украсили на этом друзья мои я буду заканчивать свое видео не забывайте заходить на канал Мариночки у нее вышло новое видео а я с вами прощаюсь до следующего влога всех люблю пишите не забывайте ставить лайки кому понравилось всех люблю пока 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 Продолжение следует...